Мама была беременна, отца забрали. Троих похоронили. Трое детей было еще вперед. Какой ему жизненный путь уготовила война папе вашему? Мама рассказывала? Мама рассказывала, что забрали, часть стояла в Ельце. Она туда ходила пешком, была беременна и носила ему харчички, ягод нальет, но раньше что-то было. Лазила под ворот, ворота были высокие, она лазила аж под ворота. Вот это она рассказывала. А потом, помню, трехугольник письмо прислали. Ну, я не помню, сколько было. Вот это, видимо, погибший. Ну, все хранили, эту письмешку, судачок у нас был маленький. А потом, когда переезжали, все, не знаю, куда еще все делать. Мама была безграмотная. Вот, и так она ходила, помню, возьмет меня за руку, ведет, был приемник в деревне Одина, помню, Родина, по-моему, приемник. И вот она все ходила, слушала. Она не верила, то, что он погиб. Мы все ждали, что дверь мне вот на последнем открыть. Ну, хотенка была маленькая у нас, солома и крыта, дождик пойдет, все текло, вот, уже не очень плохо. Ну, ходила, когда было уж мне 12 лет, наверное, я с мамой ходила, работала, свеклу копали копачом. Раньше грузили, свеклу вручную, все вручную. Ходили, есть было нечего, лебеду. Маму суп варили, картошку собирали весной. Такой мороза виновали. Олесина Мария Кузьминична, что отец Олесин Кузьма Николаевич погиб. Так, в октябре месяц 44-го года. Знаю, маму ходила, работала, меня бросала на соседей. Соседи придут меня покормить. Потом с собой брала на работу. Ходила на Угнелушу, зарабатывала, ну, пенсию тогда они ставили. Она ходила даже зимой. А в Угнелушу ходить, это 5 километров. Вот мы ходили в школу, уже мне было в 5 класс, мы пошли в Угнелушу в школу. Бездорожье зимой веток наставим, и вот, чтобы вернуться по этим веткам. Ну, раньше не кормили, не поили. Хлебу кусок черного завернешь, и то рад до смерти. И вот туда 5, оттуда 5. Какое учение? Придешь, стараясь тебе маме что-то помочь, воды натаскать. Ни дров, ни свету. Вода была, в речке ходили. Дрова, веточку пойдешь, нарубишь, печку топили. Ну, в общем, очень плохо. И почему-то не возили, нас такую дали. И мама вот ходила, трудодеть и зарабатывала в Угнелушу каждый день. Было трудно жить, пахать. Бывало, кого позовешь. Ну, раньше, знаешь, как мужчины все насмехались с женщинами. Она могла разогреться, сказать, моего убили, хоть бы вас помил, чтобы вы не смеялись. Ну, вот был, помню, угольник один был, желтый, вот так, с этим треугольником. А вот больше я ничего не помню. Это похоронка, когда пришла? Ну, наверное, это, да. Вот, и мама все слушала, мы до конца не верили, что вот он не придет. Без вести про Пашу. Ну, и как говорили, вот это все. Приснился во сне мне, что семечек нацепил он серый, такие крупные. А я спрашиваю, пап, я же его не знала. Он, как по рассказам, он маленький такой был ростом. Вот, и я спрашиваю, пап, где такие семечки? Он говорит, в Бразилии. Да. Вот, я почему-то думаю, может быть, там, где он. Вот, ну, а так не представляю, вообще. Ну, по рассказам, как небольшого роста был он. Ну, старше, видимо, маме. Вот, ездили куда-то по вербовке они, ну, а чего еще? Вот, потом Нина разыскивала, я хотела, хоть фотографии, документы какие-то там есть. Может быть, там фотографии какая. В Подольск звонили. Ну, вроде там есть он. Для вас день победы что значит? Очень тревожный этот день. Я не могу перенести так. Я за месяц уже начинаю, вот, слега льются в меня. И хотелось бы, конечно, узнать, где он, пойми, хотя бы могилку найти. Может, есть, и спрашивать. И внуки, и правону, где у меня такой правонук, он такой любопытный, бабушка. Ну, расскажи мне, дедушка, как его зовут, где он воевал, как это все. И вот я ему вот эти бумаги, он написал, думаю, хотя внуки правону-то почитают, может быть, будут помнить. Очень тяжело для меня это все. В памяти, конечно, ничего не осталось. Вот это, что маму я перевезла оттуда, из Гаева, из этих, туда в Тюниной жизни. Ну, и все, что от отца не могу. А вот когда отец вам приснился, какой он был? Он был одет в пиджаке, в таком, и пришел он, вроде бы, к маме, и около мамы вот так крутится, крутится, а я говорю, я, наверное, выйду, пусть они поговорят, у меня это уже, я взрослая даже, вот, да, я выйду. И, вроде бы, я вышла, ушла, а потом на следующий день мама парализовала. Видимо, вот этот сон приснился, он ходил, он не все боком, боком, у мамы ходил и семечки, вот эти серые, крупные. Он сказал, что из Бразилии. Вот возьмем с мамой меня за руку, пойдем приемник слушать. Может быть, скажут, что где-то нашелся, или что-то на... До последнего она все ждала, все верят, что придет. Ну, это маме давали на 50 лет, когда было, 50 лет войны, наверное, вот мы все бережем, это все. Я бережу, он, синий платочек, он, угольники эти письма давали, награждали маму. Вот, и вот что осталось в памяти от папы, это вот мы берегем. Получала я пенсию, 13 рублей за него, это до 7 классов. А 7 классов кончила, когда я пошла работать в психоневрологический интернат. И там проработала с 57 года до 2005 года. 6 лет работала в санкестанции. Вот, ветеран труда, инвалид второй группы. И так что, слава богу, что столько прожила. Спасибо Господу за все. Мама была труженица великая. Все, все и за мужчину, и за женщину работали. Ну, люди же прожили, вот как-то я завидую тем, у которых были дедушки, отцы вернулись. Им же легче прожить, а мы прожили с мамой так, очень тяжело в этой такой жизни. Ну, смотришь, конечно, со стороны, все, ну, а что поделать, поделать ничего невозможно. Я придумывала к соседям, они, сосед был, отец, подружка, они картошку нажаривают и кушают с этой, со сковородки. Это она у них, прямо как будто вот плаваете, это, в жиру-то. А мы начнем с вами жарить, воды нальем, ничего же не было. Картошка прижарится, вся скребет, скребешь под сковородки. Ну, так вот, так вот и жили. Не пришлось пожить, конечно, нам, и посмотреть на отца, и встретить его. Ну, что я пожелаю, чтобы было мирное небо, чтобы не было войны. Ну, всем здоровья, счастья, чтобы ценили своих родителей, любили, уважали и помнили, что такое война. Субтитры сделал DimaTorzok